так друзья дорогие привет показываю небольшие покупочки фикс прайсе зашла фикс прайс купить себе планер ну то есть ежедневник такой удобного формата чтобы внутри был такой более менее симпатичный не нашла не нашла подходящего то есть там и не было я давно присматривала всегда одно и то же и это мне не подходит то что там имеется из-за дурацкой обложки но зато там была куча всего чего обычно не бывало когда я заходила специально смотреть это в частности это нескользящие вешалки плечики вот это вы видите бархатные здесь три штуки в наборе стоят они 55 рублей и в общем это приятная штука неприятно немножко огорчает то что мне приходится со своей небольшой стипендией тратиться на эти вещи я бы предпочла на чужую карточку купить это я имею ввиду включить в семейный бюджет бюджет а не брать на себя лично так это тоже не скользящие антискользящие они называются вешалки там были разных цветов почему-то я взяла барби розовый также 55 рублей вот это отличные вешалки ну ладно купила и и хорошо раз не получилось купить как его называется блокнот то я купила ручки я по у я уже покупала набор гелевых ручек со стираем чернилами в наборе было четыре штуки 2 черных с черными чернилами и 2 синими черные чернила может быть и если бы я начала пользоваться сразу они были бы черными но когда я месяцев через несколько наконец вынула из коробочки ручку она писала серым таким цветом но как вот как простой карандаш здесь эти ручки очень удобно тем что здесь вот на концах у них есть но с друг другим вот этим кончиком пишет она здесь вот под колпачком а стирается вот этим вот другим кончиком такая хорошая штука удобная особенно мне человеку который все время пишет с описками не с ошибками то есть ошибки я делать не могу патологически я просто врожденный патологически грамотный человек и у меня не получается писать с ошибками а вот описываться допустим к букве ша не дописать палочку или приписать меня кстати последнее время появилось это возрастной что ли за сколько или что или просто потому что отвыкли писать руками в общем вот такие штуки у меня бывает потом когда и у меня есть еще такой невроз когда я заполняю документ важный где нельзя ошибаться я всегда допускаю какие-нибудь ошибки пишу не то например вдруг начну вместо ну примеру я не говорю что именно так и было к примеру и там где нужно написать один адрес я напишу другой просто хотела вам сказать что вместо там своей фамилии напишу чью-нибудь другую но такого не было на самом деле фамилии я не ошибалась вот а вот вместо адреса одного адреса писать другое это запросто вот очень легко а сейчас когда я имею все время дело постоянно с органами по вопросам миграции там приходится часто заполнять документы и там в общем и там это очень важно иметь под руками вот такой вот специальный ластик который и специальную ручку вот еще я блин вообще не смогла пройти мимо вот зачем нет скажите а вот лично мне не надо я живу в доме сына пусть вот это покупала бы хозяйка дома то есть невестка но нет когда я готовлю мне не хватает вот такой вот лопаточки и ну и половничек у нас один есть и совершенно не помешает второй на 55 рублей но как не купить такой симпатичный дизайн вот это вот металлическая ручка здесь есть ножки то есть можно поставить на поверхность рабочую и я посмотрела и в общем это не но не будет пачкаться стол до такой степени ну будет конечно но все-таки до устойчивость не помешает можно повесить ну симпатичная штука да для 55 рублей вот пожалуйста наборчик 110 рублей кстати их сейчас нет дома когда они приедут я подарю кстати тоже можно вручить как подарки а потом чистой совестью пользоваться самой так теперь я сейчас дома одна и заваривать чай в заварочном чайнике вот у нас френч пресс не очень удобно ну для меня одно и то есть завариваешь чай продолжает оставаться крепким в течение суток на на следующие сутки он крепкий но уже не вкусный я люблю свежий поэтому я не смогла пройти мимо не купить пачку чая принцесса нуре высокогорный ой цилонский отборный здесь 50 пакетиков ну чай неплохой там я как-то боялась что что кажется не очень хорошим чаем потому что вот эти магазины дешевые они грешат этим то есть пачка вроде бы ничего приличное а чай так себе там вдруг оказывается в пакетике ну нет это оказался вполне приличным по моему оригинальный да от этой вот компании по моему ори ми принцесса нуре это ори ми в общем нормальный чай я невестке говорила вот они едут во вьетнам она говорила что с собой взять из еды я говорю возьми на первое время пачку чая ну чтобы не бегать пока до магазина доедешь там купишь заварку еще не разберешься не сможет подобрать нужную заварку а у тебя чтобы уже было под рукой своя заварка но мы такие чай маны основной напиток который мы пьем это чай так это все триста тридцать рублей составила моя покупка экспрессе а поскольку мне надо было все равно купить планеры я купила себе вот такой планер он стоит шестьдесят семь рублей что ли вообще все дорого в этом вот эти все штуки это вот как раз мой формат я конечно планировала побольше чтобы у меня было просто еще и для записи тетрадочка но именно как планер мне именно такого размера и подойдет больше я ничего не планирую я правда сейчас только увидела что здесь вообще на не на день отводится вот такой вот кусочек бумаги со спичечной но больше спичечного коробка как два спичечных коробка ну ладно зато много дней надолго хватит да я не знаю как я буду пользоваться буду ли я использовать но вообще планер мне нужен и и конечно можно воспользоваться заметками в смартфоне какой нибудь загрузить еще планер но все таки удобнее согласитесь хотя конечно кому как удобнее что то и приятно открыть бумагу эту хорошую бумагу чисто тактильное ощущение трогать эту бумагу взять ручкой написать скорректировать и еще я купила одну штуку стоит 99 рублей фон блок блочная тетрадь я правда хотела с твердой обложкой но там есть другая вот на таких кольцах жесткая обложка там были какие-то дурацкие орхидеи нарисованы нет но орхидеи то может быть и красивой но я не хотела с орхидеями мне хотелось что-нибудь более строгое почему я купила такую тетрадь вот здесь четыре говорят блока первый блок никак не обозначен второй блок начинается с красной закладки следующие желтые и следующие зеленые да действительно четыре в общем проучившись первый семестр я поняла что не надо покупать на каждый предмет отдельную тетрадь во первых там не столько много будет записей чтобы всю тетрадь заполнить во вторых нужно во вторых ты расписание перепутаешь и придешь на нужный предмет без нужных записей и получишь замечание от преподавателя не сумев ответить на нужный вопрос все таки отвечать легче когда у тебя конспект под рукой в общем удобнее когда ты учишься в магистратуре иметь одну тетрадь по всем предметам но сейчас каникулы до начала учебы далеко у нас после каникул сразу начинается практика и выйдем мы на учебу где непосредственно будем сидеть за партами только в конце марта и поэтому я думала а я же мне же нужно почему я заморочилась покупкой тетради покупкой планера мне нужно распланировать каникулы вообще распланировать время и вообще распланировать год чтобы организовать правильно свое время вообще на весь год мне этого не хватает поскольку я человек неорганизованный я подумала что если до учебы мне срочно понадобится какая-то вот такая тетрадь для записи я начну пользоваться ею хотя можно использовать те тетрадки которые не законченные тетради по предметам которые уже закончились которых уже не будет все в общем не знаю насколько было видео интересным самой мне кажется не хотела включать камеру потому что мы зачем такую ерунду записывать ну чтобы не терять с вами контакта чтобы показаться что я есть я существую так что мне что я о вас помню люблю вами дорожу знаю что многие из вас ждут моего видео я вот записала если оно получилось вымоченным ну ваши просмотры собственно и будут количество просмотров и будут оценкой нужности этого видео все всем всего самого хорошего прекрасных покупок всем пока с вами была Аюна Канавалова пока подписывайтесь на канал жмите колокольчик пишите комментарии спасибо